В понедельник после каникул в школы выйдут только ученики младших классов Самарской области. Учащиеся 6-11 классов переходят на дистанционное обучение. Такое решение принято на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И пока это касается только периода до 16 ноября. Продолжат действовать ограничения по присутствию подростков на фудкортах в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых. Глава областного Минздрава Армен Бинян сообщил, что на стационарном лечении находится порядка 5300 больных. Около 15,5 тысяч человек лечатся амбулаторно. Сейчас в медучреждениях области создано 6013 ковидных коек. Свободно 13%. По поручению губернатора с 5 ноября самарцам, которые дома лечатся от коронавируса, начнут доставлять бесплатные лекарства. Первая партия в регион уже поступила. На приобретение медикаментов для этих целей получены средства из федерального бюджета по решению президента страны Владимира Путина. Мы уже забронировали все необходимые лекарственные препараты. Во-первых, их посчитали и распределили по моделям пациентов. Всего там получается до 9 разных вариантов группировки лекарственных препаратов. Это первое. Второе. Поставка лекарственных препаратов уже на счетах. И мы рассчитываем, что в течение 10 дней мы получим все необходимые лекарственные средства. И уже с середины ноября, с 15 числа, наши бригады начнут эти препараты выдавать пациенту. Армадий Сокрович, меня это не устраивает. Получаем препараты. Все. Должны буквально через день они уже быть у больных. Да, пожалуйста, больным там описывайте, что есть комплекс, да, что к этому препарату дополнительно нужны ряд других препаратов. Пожалуйста, давайте, скажи, что их нету. И они будут там через 5 дней, через 7, через 10. Объясняйте людям. Но препарат, которым нуждаются люди, 10 дней держать на складах, только потому что нам так удобнее, проще управлять, как вы сказали, я не согласен с этим. Также необходимо продолжить наращивать запасы лекарственных средств в аптеках региона. К проверочным мероприятиям подключилась областная прокуратура. По поручению губернатора на последнем заседании оперштаба присутствовала директор крупной аптечной сети. Она сообщила о проблемах в работе. Препараты, которые сейчас применяются для лечения SARS-CoV-19, они, конечно же, не обладали высоким спросом до эпидемического периода. И у многих производителей физически отсутствует возможность к выпуску требуемого количества препаратов. Но тем не менее, мы работаем очень плотно, у нас очень много прямых контрактов с производителями. И сейчас, на этой неделе, наверное, сложно будет, но со следующей недели пойдут поставки основных препаратов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что областные власти готовы оказывать полное содействие в решении проблем. Задача – отработать с поставщиками вопрос регулярной поставки лекарств в аптеки. В регионе продолжает увеличиваться число коек для лечения больных. Задействованы санатории. Модель работы санатория «Можайский», где развернуты 120 мест, будет распространена на другие курортные учреждения области. В ближайшее время в них будет создано 759 мест. Люди старше 65 лет и беременные женщины будут отправлены на удаленную работу. Для помощи тем, кто находится на самоизоляции, вновь привлекут волонтеров. Сейчас по области на дежурство выходит 89 активистов. 163 человека помогают медицинским организациям в административной работе. Виктория Шарая, События.